Казанская Динамо взяли золото на открытом первенстве Мариэл по регби. У хозяев поля команды Красный город утешительное серебро, бронза у чебоксарского молода. Регби. Чем так привлекателен этот вид спорта? Подробности прямо сейчас. Здесь нужно выложиться на все сто. Тренер подбадривает, да и сами игроки азартно бросаются в бой. В регби по-другому и не получится. Игра сложная, но захватывающая. Сейчас на поле соревнуются команды юноши до 15 лет, но чисто мужским состав команд назвать все же нельзя. До определенного возраста девчонки играют на равных с парнями. У нас до 15-16 лет может участвовать девочка в команде, в принципе, любой, несколько девочек. То есть это нет каких-то ограничений. А потом уже они начинают свою отдельную карьеру. То есть девочки, да куже девочки. То есть женская сборная может быть. Наши регбисты часто принимают гостей и сами регулярно выезжают на соревнования. Если летом проблем с тренировочной базой и площадками для соревнований нет, то зимой играть на открытых площадках не совсем удобно. Все же есть разница показать свое мастерство, скользя бутцами по снегу или по искусственному покрытию. В этом плане наша республика обогнала многие соседние регионы. Наши регбисты могут тренироваться на крытой площадке с хорошим покрытием круглый год. Планируем соревнования по Поволжью. У нас 2005 год играл в Ульяновске, играли в Чебоксарах, играли в Казани. Вот сейчас в Ишкар-Алупорче. То есть это все как бы последнее так вот маленько с федерацией. И мы и Ульяновской области Чебоксар формируем, чтобы дети могли не только играть у себя дома, а могли ездить. И, конечно, приятно играть на таком замечательном поле. То есть в хороших условиях, в тепле. То есть это дает возможность показать более качественную игру, более интересную игру. Естественно, это лучше играть, чем на снегу, допустим, или в морозную погоду. Как же определить, стоит ли записать ребенка в секцию по регби? В отличие от многих других видов спорта, здесь ждут ребят с разной комплекцией. Крепкие, сбитые, сильные мальчишки и девчонки играют в схватки. Легкие и быстрые встают в веер. Здесь важна скорость. И, конечно, каждому игроку постоянно приходится включать логику. Да практически всеми качествами, которыми должен был обладать мужчина. Это и коммуникабельность, и смелость, и восприимчивость. Там должны быть игровые моменты, почувствовать. То есть умный игрок должен быть сильный обязательно. И самое главное, что игра регби коллективная, поэтому должны помогать друг другу. То есть взаимопомощь, взаимоподдержка, дисциплина. Эгоистов эта игра не терпит. Ну и, пожалуй, последний, пусть и не решающий, но очень важный момент для родителей. Все занятия проводятся бесплатно. Форма для спортсменов закупается также за счет федерации. А это значит, что шанс попробовать себя в этой азартной и захватывающей игре есть у каждого ребенка, вне зависимости от финансового благополучия его родителей. Набор в команды по регби идет круглый год. Здесь ждут мальчиков и девочек 2010 года рождения и старше. Все подробности о приеме в спортивную школу ищите на сайте mariregbi.ru Редактор субтитров А.Семкин